Пусть у нас есть на прямой несколько точек, точке 0,1,2,3. Напишем такой стабильной ряд. Единица плюс х, плюс х квадрат, плюс х куб. И дальше напишем. Плюс х четвертый, плюс х пятый, плюс х шестой и так далее. Господа, знаете ли вы, что это есть единица, деленная на 1 минус х? Это известно? Если 1 минус х умножить на вот это, то проверить и все получится. На самом деле эта формула верна, когда бон х меньше х. Теперь напишем в обратном направлении. А именно х квадрат, х квадрат, единица, 0, 1х, 1х квадрат, 1х квадрат. Вмечательно. Для простоты вынесем я х куб за скобку, тогда получится такой ряд. 1х, 1х квадрат, 1х квадрат и так далее. Если х по модулю больше, то то, что у меня здесь написано в скобке, это будет единица, деленная на 1 минус 1х квадрат. Значит, вот та формула верна, когда х меньше единицы по модулю, и эта формула верна, когда х меньше единицы по модулю. Давайте посмотрим, что же это будет такое. Х квадрат разделить на 1 минус 1х квадрат. Это наивно, вы можете сказать, это х квадрат. Разделить на х минус 1х квадрат. А теперь, господа, посмотрите на эти два прожилия. Одно, единица, деленная на 1 минус 1х, другое, минус х четвертый, деленная на 1 минус х. Пока все понятно. Пока все понятно. И давайте-ка мы их с вами сложим. Если мы их с вами сложим, то это будет 1 минус х четвертый, делить на 1 минус х. А это то же самое, что 1 плюс х плюс х квадрат плюс х квадрат. Посмотрите и поймите, что это имеет какое-то отношение к тому, с чего мы начинаем. С чего мы начинаем. С точек 0,1,2,3. Правильно? Х в нулевой плюс х в первой плюс х в квадрат плюс х в квадрат. Плюс х в квадрат. Таким образом, посмотрите, что я сейчас говорю. Я написал одну формулу, которая имеет смысл, когда х по модулю меньше 1 минус. Другую формулу, которая имеет смысл, когда х по модулю больше 1 минус. Вообще нет ни одного х, для которого обе эти формулы одновременно вернули. Но когда я их сложил, то у меня почему-то получилось 1 плюс х плюс х квадрат плюс х. Оказывается, это будет не только для отрезков. То есть, это в высшей степени странная штука. Вдруг оказывается, это верно не только для отрезков. Как ни странно, это верно и в пространстве, и на плоскости, и так далее. То есть, это действительно теорема, которую можно доказать. Но доказательств у нее есть два. Есть одно, сильно научно умное, которое я не понял. Просто правда, не понял вообще. Есть другое, просто вычисление, которое я понял. Но почему там так получается, я не понял. То есть, как бы с формальными доказательствами я понял, настоящий научный смысл я абсолютно не понял. Но тем не менее, вот такой закон был. Так, это к тому, что целый точный многокрайник на самом деле более, что сказать, удивительный, чем может показаться на первой сцене.